Сооснователя и председателя совета директоров Mail.ru Group Основателя Grishin Robotics Дмитрия Гришина Здравствуйте, Дмитрий И беседу будет вести идеолог фестиваля «Их бедних» Николай Горелый Ван Лас-Аллисменты Друга Постумим, ребятки! Здравствуйте, рад приветствовать вас на втором дне фестиваля «Их бедних» И я очень рад, что Дмитрий согласился при этом участии На самом деле у нас впервые спикеры такой величины действительно в российском интернете Поэтому я искренне благодарю вас, что в наше время посетить наше мероприятие И я бы хотел начать, наверное, выступление и нашу беседу с просмотра видеоролика Который расскажет вообще о том, что такое компания Mail.ru и чем и как она живет Мы начинали почти с нуля С самых основ Начинали, когда все было по-другому И о том, что интересно и привычно сегодня Невозможно было даже мечтать Мы строили то, без чего сложно представить себе современный мир Привычно, знакомый каждому Интернет Сотни сервисов, которыми пользуются миллионы людей в десятках стран мира Все теперь живет здесь В новом офисе Mail.ru групп на Ленинградском проспекте Просторно Удобно Технологичным Технологичным Современным Стильным Таким когда-то представлялось будущее О такой работе мы мечтали Такие планы мы строили Появятся новые идеи Новые люди Новые проекты Теперь все будет еще быстрее И еще интереснее Теперь интернет живет здесь В новом доме Mail.ru групп Действительно, я видел замечательный ролик Но хотел задать первый вопрос Который будет относиться, наверное, не к Mail.ru, а к Christian Robotics Хотелось бы узнать Вы были инициатором закона первого робототехники Мне хотелось бы уточнить Поскольку Дик Пикник Это фестиваль как раз немножко о будущем О завтрашнем дне Какая у него судьба И как вы вообще видите развитие именно робототехники в России И что вы думаете по этому поводу? Ну смотри На самом деле Действительно, если говорить про будущее То мне кажется Наука 21 века Это роботехник И если кто-то сейчас думает Вообще, чем в будущем заниматься Какую профессию выбрать Чем учить своих детей Мне кажется, что 21 век Это однозначно век робототехники И чем больше усилий и силы будет прилагать Для того, чтобы развиваться в этом направлении Тем лучше Если говорить про то, что сейчас происходит В мире и в России То, наверное, самое интересное И самое главное То, что сейчас фактически Мы находимся, наверное, в начале рынка Который фактически Перевернет все вокруг нас Как и не смешно звучит Но роботы будут повсюду Они будут летать Они уже Вот я проходил мимо сейчас Они уже летают Вот это еще птица летит Скоро уже будет Пока еще птица Да, пока еще птица Но роботы будут вокруг нас Они будут летать Они будут есть Они будут ходить И самое главное На самом деле Есть такое общее Почему-то заблуждение Что роботы Такие вот Похожи на людей Какие-то существа И ими всех пугают Детей, взрослых На самом деле Абсолютно не обязательно Что роботы должны выглядеть Как люди Они могут выглядеть Абсолютно по-разному И самая главная Их задача Это решать Какие-то конкретные задачи Например, робот может выглядеть Как машина Робот может выглядеть Как видеокамера Робот может выглядеть Как, не знаю Печатный станок Поэтому, наверное Вот это вот Самое главное Что фактически Все вокруг нас Потихоньку будет роботизироваться И превращаться В умное устройство Что касается Вопроса про закон То идея была в том Что, наверное Всегда, когда люди говорят Про новые технологии Про робототехнику Ну, есть некоторые страхи И эти страхи В том числе Очень сильно Останавливают Развитие этого направления То есть люди Понятные инвестировать деньги Люди не понимают Что будет происходить Я считаю Что один из фундаментальных способов Эти страхи убрать Систематизировать Изначально построить Загонодательство В этой сфере Таким образом Чтобы Всем были понятны Правила игры Всем было интересно Как и что будет происходить То есть вы думаете Что можно сначала Сделать закон А потом уже Появится Правоприменительная практика Да Именно так И я считаю Что это во многом Как раз Подстегнет Развитие робототехники В России Сейчас если брать Соединенные Штаты Там тоже это происходит Там происходит На уровне штатов Причем штаты Копулируют между собой Например Есть штаты Где уже нарушено Сплотные машины А есть на ворот Где они запрещены Такая уникальная Какая вещь И мне кажется Что у России Исторически Очень сильное Инженерное образование И мы можем Сделать Очень приятную Среду Для того Чтобы развивались Робототехники Чтобы развивались Новые технологии Если будет правильно Законодательство Хорошо Ну допустим Законодательство Будет правильным Но вопрос Все-таки Тогда Возникает А насколько Наше общество Ну Технологическая Страна И вообще Инженерные кадры Готовы внедрять Вот эти Робототехнические Технологии В том смысле Что Ну общаясь С производителями Предпринимателем Некоторым проще Замещать Определенные Автоматизируемые Процессы Ну действительно Еще до сих пор Трудом человек Учет Заработная плата В России Не так высока Да То есть Для того чтобы Робототехника Стала выгодной Для этого Достаточно стоит Очень дорого Рабочая сила Вот в этом смысле У России Какие тоже перспективы Когда для нас Робототехника Не только с точки Изобретения Но и с точки зрения Массового внедрения Может быть возможным Смотри Сейчас в мире Существует Два самых Устраненных Робота Потребительских Первый Это Румба Робот-пылесос А второй Робот Как раз Робот В который я Проинвестировал Называется BB8 И у нас есть видео Можно его поставить Да конечно Это Второй Самый популярный В мире робот Который уже Продается Массово Массово Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дистанционно управляемый роботом Управляющий роботом Он большую часть времени двигается автономно Но если вдруг происходит что-то очень необычное Например, если какой-то человек выбежал Начал ее пинать, например Или какая-то абсолютно уникальная ситуация В этот момент Диспетчер удаленный Берет управление робота на себя И пытается каким-то образом Ситуацию разрубить, поговорить с человеком Или понять, что происходит То есть комбинация автономности С помощью полного мэппинга территории И специальных диспетчеров удаленных Которые в случае чего Берут управление на себя Сейчас по статистике В среднем диспетчер требуется приблизительно В 1% случаев То есть по факту это получается интеграция Данных о пользователе Интернет-сервисе Мобильный телефон Плюс уже оффлайн-присутствие Которое заменяет людей Ну, фактически это вот этот рабочий Который доставляет сейчас курьеров Да, и кстати, если говорить вообще О пиджа-регулировании Робот движется со скоростью 6 км в час На самом деле он движется Меня сильно спрашивают, а почему не 50 или не 100 Он может въехать намного быстрее Просто это такая скорость При которой он не может повредить ребенка То есть даже если он врежется в ребенка Ничего не произойдет И это считается более-менее Безопасным устройством Скорость 6 км в час Скорость пешехода Получается, чтобы обеспечивать доставку Он придется построить логистические Такие центры, где Будет как раз распасовываться И произойдется Совершенно верно Поэтому в эту компанию Вместе с нами Пронвестила компания Мерседес И делает она следующим образом Она строит такие Большие фургоны Мерседес И эти роботы размещаются в них То есть он подъезжает Условно говоря Как авианосец Да Именно так это и выглядит Как маленький авианосец Он соответственно подъезжает И из него выезжают роботы И начинают делать доставку Там же находится зарядка И в зависимости от спроса Вагончики Вагончики Вы начинаете там работать Все 15 минут Если же вы пытаетесь Попробуйте прикрепить еще Пиццу То в общем Например Я знаю что там Деньги наверное Можно Перемещать дронами Они легкие Если подвесить Они на несколько гамбургеров Или пиццу Все таки батарейка Достаточно быстро Перестащиться Поэтому пока Все это тестирует Все об этом думают Но это не текущий момент Доставка То что называется Устройство Куда помещается по земле Это уже реальность И у нас На самом деле Есть еще другой пример доставки Тоже компанией Инвестор называется Зиплайн Там они используют Фактически Маленький самолет Который Доставляет на очень большие Расстояния То есть фактически как это выглядит Они сейчас запустились в Руанде Это в Африке Кто не знает Спасибо Ты знаешь Я просто сказал Потому что я сам до конца не знаю Руанда Пока они там не запустились Поэтому я уточняю Так вот Уникальность Руанда сейчас в том Что это огромное количество деревень И там огромнейшая проблема Это доставка лекарств Соответственно Если кто-то начинает сильно заболевать Или нужна там кровь или лекарства Они начинают доставляться на мопедах И это длится очень долго Иногда там занимает часы Соответственно то Что делает от компании Она связывается с сетью клиник И когда происходит Несчастье Требуется при этом кровь Фактически Приходит смс в клинику И с крыши клиники Выстреливает такой вот самолетик Он не прописан размером Крыла там не знаю Два метра на два метра Который летит пятьдесят километров Он не приземляется Он спускается вниз Из парашюта сбрасывает Ну в России такая же проблема На самом деле Территория есть очень много точек Которые Поэтому мне кажется Что в случаях Когда нужна будет Экстренная Быстрая доставка На длинные расстояния Единственный путь это дроны Другого варианта нет Но в высокой застройке В такими городах Где сложная там Коммуникация Многоуровневая Где все больше и больше Вы знаете В Москве все больше и больше Строится Сотных зданий Как вы заметили По нашему офису Поэтому Это очень сложная Задача И Как мне кажется Все таки Доставка землей Будет происходить быстрее Никак Ну что это Уже практически не ступило Честно говоря Я немножко бескорожен Потому что я впервые слышу В этом проекте Мне кажется Это настолько Как бы очевидная И правильная идея Что столько раз я слышал Именно про доставку дронов Ну в интернете Первый раз услышал Собственно говоря Про вот эту идею Мне кажется Что это ну действительно Ну что гениально что ли Вот А если у кого-то еще гениальная идея Да Может быть Среди аудитории Или вообще Какой путь ему стоит пройти И как может быть Какие критерии проектов Которые можно обратиться к вам Или в мою другую группу Чтобы вы могли Проинвестировать И заинтересоваться в проект Что нужно сделать Изобретателю Как вы видите Ну смотри На самом деле Хорошая новость для всех изобретателей То что В отличие от изобретателей Там 20-30 лет назад Сейчас Намного проще сделать Роботехническую компанию Давайте Вопрос попросить Во-первых Почему Может быть у кого-то В этот момент появится Дополнительная идея На самом деле Случилось Несколько важных Технологических скачков Которые позволяют Сейчас Намного проще Делать роботов Ну во-первых Наверное Самый главный скачок Это то Что очень сильно Подешевели компоненты То есть Если вы сейчас возьмете Ваш сотовый телефон Который у многого Наверное есть У всех практически Большинство компонентов Которые есть Внутри сотового телефона Батарейка Камера Процессор Это все те же компоненты Которые нужны роботам То есть Так получилось Что благодаря Массовости Производства Смартфонов Сейчас у изобретателей Доступно Огромное количество Очень дешевых Инструментов Скажем так Материалов Для сборки Ну например Камера Айфона Которая стоила Я не знаю Двадцать лет назад Вот такого размера Десять тысяч долларов И еще невозможно было купить Сейчас она стоит Полтора Полтора доллара То есть Представьте Насколько системно Поменялся в рынок Таким образом Вам доступно Большое количество компонентов Это первое Второе Появилась технология Которая называется 3D принтеры Которая На самом деле Не помогает Производить роботов Но очень помогает Их прототипировать Соответственно Раньше Если вы хотели сделать Какое-то устройство Типа как робот Би-би Который вы сейчас видели в видео У вас Проходило огромное количество Времени Перед тем Как вы Попробуйте что-то сделать И сможете это пощупать Как бы Иногда месяцы Иногда годы даже происходили Сейчас За счет того Что появился 3D принтер Это все происходит намного быстрее И вы намного быстрее Можете пробовать Экспериментировать И делать продукты Ну и наверное Конечно Третий важный момент Что сейчас Поколовно везде Есть интернет Есть Wi-Fi Есть LTE Соответственно Теперь Если раньше За вашим роботом Тоже был идти Длинный кабель Представьте Вот этот маленький робот Чтобы сделать его 20 лет назад За ним должен был тянуться Такой толстый кабель К которому сейчас Включены колонки Вот такой же Сейчас это все работает Через Беспроводные системы Отключения к интернету И конечно Фундаментально меняет Способы разработки Ну и четвертое То что опять же У нас у всех есть смартфоны У нас есть универсальный Механизм управления роботом То есть комбинируя Все четыре вещи Сейчас Стало возможно то Что невозможно Было еще 20 лет назад Три инженера Могут взять И начать Запускать Эрпотехническую Компанию сегодня Соответственно С точки зрения Что туда им обратиться Во-первых Конечно надо сделать прототип Потому что Без прототипа С вами инвесторы Разговаривать не будут Как только у вас Появился прототип Дальше у вас есть Стандартные пути Первый Это самый Наверное правильный Это друзья И родственники Это те с кого надо начинать Потому что Если они вас не поддерживают То значит что то Как бы С вами точно что то не так Второе Сейчас появились платформы Такие как Тикстартер Позволяющий Массово Собрать деньги На свой проект И я всячески Рекомендую всем Прежде чем обращаться К профессиональным инвесторам Это Постараться сделать Тикстартер Чтобы поднять деньги На свой проект Сейчас Безумное количество Разных интересных проектов Поднимают деньги На это направление И вот уже только после этого Когда прошли эти этапы Обращайтесь Соответственно к нам Мы решим на работе Всем с удовольствием Посмотрим на проект То есть то подтвердилось Собственно Вас верят родственники Родители Вас верят аудитория А дальше соответственно Если большие деньги Массовое производство Действительно не нужны уже деньги На большое масштабирование Полностью наверное Согласен Хотя бы такого опыта не было Но те кто успешно создавали проект Которые я знаю В России в частности Именно пришли по такому пути В этом смысле вопрос А вообще Россия Вот учитывая что например Мы можем У нас есть талантливые инженеры Есть хорошие школы инженерные И математические школы Есть Программисты Которые знают Владеют алгоритмом И могут сложные архитектурные системы Выстраивать Вопрос Вот этот вот выход на кикстартер Как сделать так Чтобы компании Даже не сделать А вот может быть Россия Будет как раз Тем полем экспериментов Где можно будет создавать Такие прототипы И все-таки добавленная стоимость Будет оставаться в стране В мейл-группе Собственно говоря Здесь Или это всегда будет Такой же путь Что ушел на кикстартер Дальше масштабировала модель А после этого Компания уже регистрируется За рубежом И там Добавленная стоимость Ну вот смотрите На самом деле Очень сильно завид Конечно проекта Есть проекты Которые Сам Бог велел запускать На территории России Например Все что касается Вещей связи с доставками Там с рынками Которые требуют Четких территориальных привязок Однозначно Просто мне кажется Это просто даже глупость Пробовать на территории Тысячу Это первое Второе Я считаю что у нас Показывает В том числе Ваш фестиваль Есть большое количество Любителей технологий И на самом деле Огромные комитеты Люди Которые готовы вас поддержать Поэтому На самом деле Не так много Таких стран И в этом плане России Вы знаете Наверное Одна из стран В мире Лидирует По количеству людей С высшим техническим образованием Людей Которые любят программировать Людей Которые любят Математику Поэтому у вас Уже изначально Есть огромная Хорошая аудитория Благодатная Которая Поможет В поддержке Ваши проекты И конечно же Я думаю что Еще один важный момент Это то что Надо максимально стараться Это главная ошибка Которую делают Часто русские проекты Но это уже меняется Отвечать на вопрос Какую задачу решает Ваш робот Потому что Мы точно должны Знать ответ на этот вопрос Робот который просто Ничего не делает Никому не нужен Это первое Второе Никто не будет Покупать страшных роботов Робот должен выглядеть Классно и прикольно Это тоже очень важно Потому что Часто в России Например Делают очень крутые Технологические решения Но забывают Подумать о дизайне В промышленном дизайне Да Еще раз Вы должны думать Что робот это гаджет Люди смотрят глазами И очень важно Этот продукт Поэтому я думаю Что у России Очень большие перспективы Надо дерзать Надо пробовать И как я уже говорил В начале Сейчас очень классный момент Потому что Такого не было На протяжении Всей истории человечества Когда Три-четыре человека Могут запустить роботехническую компанию Поэтому дерзайте Зажигайте Это очень еще важно Спасибо большое За этот ответ Ну тогда я хотел бы Уточнить тоже Вопрос который меня очень волнует Это вот вы сказали Что порог входа В робототехнику снижается Три инженера могут запустить Собственно говоря Продукт Ну плюс там Промышленный дизайнер Есть определенные технологии Которые позволяют Снижать все эти Риски и стоимость Соответственно входа Можно много раз пробовать И пробовать И пробовать И пробовать Пока не появится продукт А вот сам вход в инженерный Профессию С учетом того что Многие алгоритмы Автоматизируются Он снижается И вообще как вы видите Будущее вообще программирования Может быть Ну через 5-10 лет Будет ли это все та же работа Очень тысяч людей Которые там Переводят Вход и создают его Или это будет Больше работа связанная С логическими операциями И созданием продукта На основе как раз Может быть Математики и логики Ну смотри Мы понимаем Что в общем Образование это очень важная вещь И вообще То куда движется технология Тоже очень важно 5 лет назад Запустили очень интересный проект Называется Технопарк Мэлру Вместе с МГТУ имени Баумана Идея в том Где наш В том что Мы пытаемся Максимально объединить Университет И бизнес Вместе И это проект Где наши лучшие Сотрудники Преподают студентам МГТУ имени Баумана Это начали И просто чтобы Попробовать ответить на твой вопрос Вот в последний раз Конкурс технопарк Был 10 человек на место То есть Это говорит о том Что Интерес к профессии программиста Он не только не по Он просто экстремально растет Их очень большая Есть очень большая нехватка Программистов во всем мире Поэтому Я думаю Что Однозначно Профессия программиста Это Одно из лучших Чем могут сейчас заниматься Дети Студенты И наверное Важный момент Который Нужно не забывать Что технологии Еще быстро меняются Поэтому Одно из важных свойств Программиста Это постоянно Учиться чему-то новому Постоянно совершенствоваться Конечно Те языки программирования Тридцать лет назад Кто помнит Такое слово было MS-DOS Наверное сейчас уже мало Помню даже А есть кто в зале Кто вообще помнит слово MS-DOS О Нафига себе Слушайте Ну Круто При этом Понятно что сейчас Пользователи MS-DOS уже не так много И Современные технологии Очень быстро меняются Поэтому я думаю что Лучший программист Это даже не тот Кто Просто хорошо Программирует А тот кто Постоянно умеет Хорошо осваивать Новые профессии И вот как раз Культура нашей компании И то что мы пытаемся Делать С МГУ Сейчас мы запустили Такой же проект С другими вузами Там с МГУ Это как раз Искать ребят И помогать им Постоянно учиться Потому что технологии Это не просто о том Что происходит сейчас Технологии о том Как меняется мир И как ты позволяешь Этот мир менять Постоянно А как он будет меняться В сфере программирования Как вы думаете? Я думаю что конечно Бесспорно будет Происходить За счет того что Программирование Выходит фактически уже Ну во все точки жизни В нашей жизни Будет Появляться большое количество Очень разнообразных Видов программирования То есть там Программирование Касающихся роботов Начинает активно Применяться технологии Там компьютерного зрения То что сейчас Наверное Такое слово Которое многие все слышали Это Агментная реальность Дополненная реальность У нас там целый шатер Отлично Соответственно Появляется Абсолютно Новый класс Технологий Позволяющий Например работать С видеокамерой С распознаванием видео С распознаванием речи С распознаванием того Что происходит вокруг И конечно Я думаю что С той скоростью С которой Происходит Совершенность Технологий Формат Взаимодействие 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 И конечно Дополнительную информацию Если я не ошибаюсь Последняя статистика В прошлом году Был сделан триллион Фотографий То есть И это больше чем Мне кажется там За несколько десятков лет До этого За всю историю человечества Ну Я не уверен За всю историю человечества Но Просто этот триллион фотографий Это огромное количество То есть Количество данных И того Чего можем анализировать Поднимать И разбирать Оно конечно будет Очень сильно меняться И в этом плане Просто Мне кажется Бездонная Открывается море возможностей Ну вот Про море возможностей Сейчас мы знаем что Мир в целом Очень открытый Вот действительно Делается триллион фотографий В этом смысле Появляется проблема приватности И вот проблема приватности Как вы ее рассматриваете Ведь на самом деле Данные о пользователях Оставляются часто в компаниях И во многом Люди с ними действительно Добровольные делятся Не обращая внимания На то что там куда это пойдет В принципе лично я не рассматриваю Это никакой угрозы Наоборот это позитивно Но с другой стороны Да Вопросы постоянно поднимаются И почему-то драматизируются Как вы думаете Вообще Каким общество будет будущее Действительно будет таким Как прогнозируется Очень открытым И единственный ли это путь На самом деле Я бы на самом деле Даже от вопроса Приватности Перешел бы вообще К вопросу Восприятия новых технологий Да конечно И ты знаешь На самом деле Я вот недавно Читал исторические книжки Убивился Но на самом деле Огромное количество людей Были против появления паровозов То есть там В девятнадцатом веке Люди считали что это зло Адская машина Которая излегает дым и пламя Было огромное количество людей Которые просто Системно считали Что это как бы ужас ужас И надо это запретить И на самом деле Были конечно проблемы Там коровы не знали где Что такое паровоз И шли соответственно По рельсам Их сбивали И так далее Любая новая технология Конечно же ведет За собой Какое-то количество Новых непонятных вещей Человечество Показало неимоверное умение К ним адаптироваться И получать лучшие технологии При этом конечно же Надо не забывать Что надо это каким-то образом Учитывать Там когда с поездами Появились рельсы Появились ограждения Появились правила игры И эти правила игры Баланс Поэтому мне кажется Что все что касается Будущих технологий Это все вокруг баланса Это с одной стороны Понимать что технологии Меняют будущее И без них нельзя С другой стороны Надо понимать Какие проблемы они создают И этот баланс не хотите Согласен Спасибо большое за этот ответ Потому что на самом деле Я хотел бы тоже прокомментировать Коротко что Люди остаются людьми А если человеческая природа Не меняется В принципе все будет повторяться Все примерно так же И будет происходить дальше Хотел еще уточнить у вас вопрос Про киберспорт Потому что я знаю Что Mail.ru Group Активно развивает Свои собственные продукты И делает соответственно Их очень качественно И зачастую Тоже собирается Развивать именно это направление Что вы думаете Киберспорт Это действительно спорт Будущего завтрашнего дня Который будет таким же массам Как традиционный вид спорта Вообще-то он уже стал во многом Но как вы видите Все это развитие Ты знаешь, на самом деле Он уже им стал И сейчас, мне кажется Тот пример Когда там Онлайн и оффлайн Собещается И там Крупнейшие чемпионаты мира Спортивность Собирает уже Десятки тысяч человек Поэтому на самом деле Это уже случилось Пусть это уже как бы факт И я думаю Что здесь Опять же Это больше спор Про то Телевидение Заменить ли театр Там или кино И останется не заодно Потому что телевидение Наверное нет Киберспорт Точно станет Одним из Массовых явлений Он уже стал Наравне С другими видами Спорта И фактически уже Курирует там С футболом С хоккеем И так далее Поэтому Это уже происходит Это зданность А какие еще виды спорта Киберспорта Майлеру группу Могла бы проинвестировать Например Гонки дронов Или какие-то бои Роботов Как раз может быть Бои роботов Но не те которые У нас проходят А какие то более Профессионные Чтобы Ведь спорт Зачастую Это конкуренция Технологии Олимпийские игры Это то же самое Поэтому Ты знаешь на самом деле Я абсолютно согласен На самом деле Это не только еще Конкуренцию технологий Это еще и мотивация Людей На заниматься этим технологиям Делать лучше Да Поэтому я думаю Что это та же формула 1 Мотивировал огромное количество людей Заниматься там не знаю Автоспортом технологиями И я согласен Сейчас есть несколько Очень классных команд Например там Лига дронов Которые там Горни гоняют Быстро на дронах Очень заводные Интересные вещи Поэтому Да я думаю Что как раз Я знаю что Кто то проводил чемпионат Чуть уже на роботах Пылесосах Тоже видел Да Но Я думаю что Будет огромное количество Новых интересных проектов Где Digital совмещается с реальным миром Мои роботов Один из них Из примеров И сейчас есть очень много Разных Интересных историй Например Есть команды Которые Поставили себе задачи К 2025 году Обыграть футбольную компанию Команду Команды роботов Я не думаю что это случится Пока то что я видел А робот Даже на воротах Не может нормально стоять Все таки Еще пока рано Но Уже Мне Это не кажется научной фантастикой Что роботы Начнут играть в футбол С людьми Они сейчас уже играют между собой Недавно проходил чемпионат по футболу между роботами Но честно говоря это такая Поголоснелище для тормозов То есть пока все очень медленно и невесело Мы делаем философами играть в футбол Вот Но Понимаете Главное что это только начало И Я помню Где-то в начале Девяностых Когда шахматы Начали играть с людьми Люди тоже смеялись Слушай, ну это какая-то фигня Там что-то такие тупые ходы Пока компьютер делает На нашей наверное в жизни Компьютер не обыграет человека в шахматы Все мы знаем Что там Уже давно обыгрывали Да, да Компьютер Поэтому я думаю Что когда роботы уже научились играть футбол между собой Это вопрос времени Когда они начнут играть с людьми Да, поэтому Нас ждет большое количество очень уникальных, интересных развлечений Мне кажется, что как раз Я уже наверное дискуссию к концу Сказать, что такие мероприятия как раз Они позволяют приоткрыть некоторым образом То, как робототехника и технологии Будут взаимодействовать с нами в реальной жизни У вас есть такая вот Как раз там бои роботов проходит Как бы Сто процентов, да И еще продут пара и на той же трибуне с трансляцией Вот И Вы знаете, опять же Я помню, когда там был маленьким Мы смотрели там фильмы про бои роботов Мы думали Слушай, ну это как-то вообще непонятно как будет А сейчас Мы сидим с вами в Москве И можем вживую наблюдать бои роботов Поэтому в общем Жизнь меняется И это только начало Хорошо Ну тогда мы будем продолжать заниматься технологическим интертейментом И Спасибо большое, что послушали Дмитрия Со-председателя правления Mail.ru групп И со-основателя Mail.ru групп Соответственно Спасибо большое Спасибо, Дмитрий Спасибо, спасибо всем Спасибо, Дмитрий